Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня я хочу рассказать про уникальный подвиг советских танкистов, сумевших в ходе рейда нанести большой урон прорвавшимся из окружения немцам 26 марта 1944 года. Итак, командир взвода 16-й гвардейской бригады получил задание осуществить рейд из Каменецко-Подольского в расположение ближайших частей 2-го Украинского фронта. Для установления взаимодействия было отправлено всего 3 танка Т-34 с десантом. В ходе марша советские машины форсируют Днестр и выходят к своим, после чего идут обратно и оказываются на пути крупных сил противника, прорывавшихся из окружения. Лейтенант Радуги не растерялся и решил дать бой превосходящему врагу. 27 марта 1944 года отряд красноармейцев не раз вступал в бой с немцами, неожиданно атакуя их. И нанося при этом большой урон. Но все самое интересное произошло вечером этого дня. Сначала танкисты разгромили крупный отряд врага, уничтожив много автомашин. А затем на переправе через Днестр атаковали немецкие части, переправляющиеся по понтонному мосту Писарапии в районе села Студенец. Помимо пехоты враг располагал четырьмя танками, двумя САУ, восьми броневиками и четырьмя пушками, а также более сотни автомашин с пехотой. Первым же выстрелом был уничтожен мост, после чего был открыт огонь по врагу. В ходе столкновения пехота была рассеяна с большими потерями, а вся бронетехника подбита. Но и это еще не предел. В ходе боев 28 марта красноармейцы не раз атакуют врага и смогут отбить 120 пленных красноармейцев, которых вооружат трофейным оружием. 29 марта отряд атакует крупную группировку врага, насчитывающую до 5000 человек, и рассеивает ее вновь. В ходе атаки красноармейцы отбивают еще 130 своих пленных и также вооружают их немецким оружием. С этого момента у Радугина был полный батальон, и он решает продолжить это неравное сражение дальше. Поэтому на следующий день бои продолжились вновь. Отряд Радугина не раз мешал немцам переправиться через Нестор. Отчаявшись 31 марта 1944 года, фашисты решают отходить Каменецк-Подольскому. Сражение за переправы стихло. 2 апреля отряд соединился со своими частями, доложив, что в ходе рейда было уничтожено 4 танка, 8 орудий, 24 самоходки и до 3000 в живой силе. Количество рассеянной пехоты танкисты оценили в 25 тысяч человек. Именно эти данные и отображены в наградном листе. Потеря отряда составили 13 бойцов безвозвратных, еще 44 ранеными. Вот так 3 советских танка с пехотой смогли помешать переправе крупных сил противника. Причем этот факт у историков сомнения не вызывает. А на этом у нас все. Всем крепкого здоровья и до скорых встреч. До свидания.